Самые смелые, ловкие и умелые в Мурманской долине уюта состояли соревнования по северной ходьбе. Взяли в руки палки и, невзирая на пургу, прошлись по заснеженному маршруту и самые юные спортсмены дошколята. Северной ходьбой называют набирающую популярность в России спорт, пришедший к нам из-за рубежа. Увлеченные этим направлением люди берут в руки палки, похожие на лыжные, и отправляются покорять тропинки и пешеходные дорожки родных городов. В этом году в Мурманске северную ходьбу впервые включили в праздник Севера. Насколько для этой дисциплины удобны трассы долины уюта, проверили школьники и дошколята. Сегодня у нас второй день соревнований на празднике Севера по северной ходьбе. Сегодня у нас дистанции 5 и 10 километров, плюс детские эстафеты и массовый заход для всех желающих. На массовый заход, к сожалению, очень мало желающих в связи с погодой. Погода действительно подкачала. Уже с утра в Мурманске поднялся ветер, пошел снег. Несмотря на то, что трассы в долине уюта регулярно очистят, маленьким спортсменам осадки доходили практически до колена. Ну да, погода немножко не повезла, но, как действительно говорят, для скандинавской ходьбы нет преград. И на самом деле, то есть по-своему хорошая погода. Но вот сегодня было масса мероприятий, вчера были немножко официальные, а сегодня дошкольные наши учреждения не вышли. И просто были большие красоты. Знаете, вот не болеешь так за взрослый спорт, как за них, потому что их энергия, вот их стремление к победе, ну просто зашкаливает. Во многих детских садах Мурманска северная ходьба – одна из главных физкультурных дисциплин. Больших нагрузок спорт не предусматривает и в то же время помогает держать юных мурманчан в тонусе. Скандинавская ходьба – это ходьба с палками на улице. Она укрепляет мышцы спины, рук, туловища, хорошо влияет на сердце, легкие и развивает, то есть укрепляет физическую форму, хорошую держит и укрепляет, то есть общее состояние здоровья улучшается. Дарья Шарушкина увлечена ходьбой всерьез и уверена, их команда придет на финиш первой. Впрочем, утверждает юная спортсменка, даже поражение не причина огорчаться, ведь главное – это участие. Мне нравится ходьба, потому что это как будто похоже на лыжи кататься, но только уже без лыж, а просто ходьба. Несмотря на дружеский характер соревнований, юные спортсмены стремятся победить изо всех сил. Бежать нельзя, но увязающие в снегу малыши так и норовят ускориться. Но правило есть правило – тем командам, участники которых бежали, к моменту награждения добавили штрафное время. Это отразилось и на результатах. Но проигравших все равно нет. Всем участникам вручили дипломы, кроме того, им подарили палки для северной ходьбы, чтобы ребята могли заниматься спортом, когда захочется. Мамы, папы, похвалите еще раз своих детей! Молодцы!